приветствую дорогие друзья на моем канале меня зовут тимур я являюсь звукорежиссером по крайней мере сам себя так идентифицирую и в целом хочу им быть что же на этом канале будет о чем это видео и что я собираюсь вам рассказывать сейчас все объясню знаете я на протяжении 7 лет возможно даже больше насколько помню это 2017 или 2016 год когда я впервые решил попробовать написать музыку на тот момент это были модные биты у меня был старенький ноутбук года так 2014 относительно старенький для кого как ну и в целом тогда мир музыки мир написания песен наверное был немножко другой не такой как сейчас наверное не такой понятный меньше гайдов и вы знаете как наверное любой пацан я думаю что стану известным битмейкером буду писать треки для самых популярных артистов буду получать классные плейсменты за ему топ-100 billboard и вообще буду самым крутым на районе что мои треки будут играть моих корешей мечта неплохая и даже сейчас я бы от этого не отказался но я понял для себя что скорее вижу себя в роли звукорежиссера знаете за последние три года я очень углубился в эту тему мне стало интересно скорее что-то профессиональное не просто сидение за компьютером и тыканье клэпов и снейров а скорее более трудоемкий подход к профессии профессии звукорежиссера я стал изучать как работает техника как работает звук его физика не сказать что я много знаю но по крайней мере советами и наверное своим опытом и каким-либо мнением я поделиться смогу собственно это то ради чего я создаю этот канал я хочу рассказать вам о технике хочу рассказать вам о звукорежиссерских приемах которые я выучил хочу рассказывать о том что я понял и что мне кажется понятным давайте сразу сориентируемся что в музыке не бывает ничего объективного наверное даже физика техники и физика например тех же плагинов она абсолютно индивидуально под каждого можно взять абсолютно любую технику в пример поскольку кто-то работает на байерфутах кто-то очень сильно любит женолейки кто-то фанатеет вам фионом а кто-то до сих пор сидит на нес десятых да я понимаю что у этих мониторов абсолютно разные значения но кто-то их критикует а кто-то боготворит и я скорее хочу рассказывать нейтрально о том что же я считаю классным а что по моему мнению не очень а возможно только о том что классно наверное рассказывать о том что не очень не совсем компетентно и мой уровень профессионализма пока мне не позволит так делать также я хотел бы очень поблагодарить нескольких видео блогеров если их так можно назвать скорее гуру гуру из темы звукорежиссуры они иногда сами стеснительно могут не признавать себя в этом это безусловно илья лукашев привет илья саня радиотехника привет саня и много других каналов которые скорее специализируются на битмейкинге или на написание музыки только благодаря ним у меня появилась тягота и желание заниматься этим дальше знаете это как небольшой приквел к возможно моему крупному каналу по крайней мере люди открывая это видео узнают о том кто для меня действительно был батюшка основателем в этом жанре и кто для меня является примером наверное в руссегменте действительно кроме александра радиотехники никого больше нету кто бы полноценно на регулярной основе снимал видео про различную технику механики написания вот например про двойную компрессию двойную реверберацию или про различные железные плагины сравнение аудиокарт звучат ли кабели по-разному и всегда когда я это смотрю понимаю что по крайней мере на русском ютюбе я не могу найти видео на эти темы поскольку я не такой продвинутый в теме звука не так давно этим занимаюсь у меня нету очень крутого оборудования мои нынешние мониторы это adam a5x достаточно старенькие мониторы которые в целом трудно назвать профессиональными с точки зрения обзоров и оценок это не амфион это не дач дач есть огромное количество более крутых аудиосистем но к сожалению у меня их пока нету мой бюджет пока этого не позволяет возможно вы телезрители поможете мне накопить на эти мониторы это шутка в линейке юада относительно новая apollo соло стоит где-то здесь в кадре может быть ее видно может быть нет карта волшебнейшая не знаю какому классу и относить поскольку кто-то говорит что это просто скарлетт соло в более красивом корпусе а кто-то говорит что это одна из лучших карточек относительно бюджетного сегмента и вправду из магазина ее можно взять за 70 80 тысяч и и этот достаточно неплохой вариант здравствуйте мы подобрали для вас несколько вакансий на удаленную заработку с дополнительным доходом от 30 тысяч рублей в месяц если не хотите больше получать предложение о работе нажмите ноль наушники аудиотехника ATH-M40X достаточно неплохая техника мне нравится но это бюджетные наушники скоро я себе возьму хорошие но это пока временный вариант я надеюсь почему я это все у меня недорогая студия я буду относительно на базовом уровне делиться своими впечатлениями я живу очень недалеко от арбата а на арбате находится одно замечательное место под названием доктор хэд куда я регулярно хожу до дыр слушаю абсолютно все мониторы которые там есть различные фирмы сравниваю и скажу вам так наверное по моему субъективному опыту я могу поделиться многим и рассказать о многом что я слушал по крайней мере сегмента достаточно бюджетных недорогих мониторов потому что более дорогие думаю уже много кто обозревал ну а если нет я это тоже сделаю вот ребята мы познакомились мне заведомо приятно что вы на меня подписались поставили лайк я рассчитываю что я этого заслужу я с вами надолго не прощаюсь мы с вами скоро увидимся и до скорых встреч